приветствую вас друзья с вами варчик и мы будем проходить новое обучение которое будет у нас уже в следующем патче посмотрим что нам приготовила карту щечка я выключил вентилятор поэтому будет жарко зато в микрофон не будет дуть ветер и ничего не будет нам мешать записываю правда через shadow play поэтому звук микрофона может быть непривычный и так посмотрим что же что же нам приготовила картошечка так непонятная загрузка о патча графоний пошел графоний тунчики погнали какая-то пустынная засада минус 1 квас как танк хорош все коричневый дождь куда без него красивые заставки это хорошо добро пожаловать окей следуем подсказкам управляю башни и прицелом управляю башни и прицел опасно управление машиной управление машины я рад но пока сложно сложно управление машиной ворочать башня я смог то есть игра определила что у меня уже есть две руки одной я жму W а второй мышкой ворочу хорош я шо фугасами стреляю типичный танкист нормально нормально обучат меня как прицелы там нажимать или там я не знаю ну ладно ладно попадание вот основа картофана попадание но автоприцел в самом начале не объясняют как делать это уже мне нравится потому что автоприцел надо понимать когда им надо пользоваться уничтожен ясно то есть никакого за то что по союзнику стрельну ничего такого неба понятно надо сказать пальчиком поразиться типа так не надо это плохо так шо нам тут медаль учебно основной калибр учебный прибыло подкрепление провели успешный вы получаете свой анар новую машину окей продолжить выбрать машину кстати вот если внизу нажать не выбор машины а продолжить вы продолжите на любой машине это я вам так сразу заранее говорю но это немного неправильно мне кажется но в этом обучении мы еще не один раз увидим что обучение готова не на все сто процентов это точно почему на первом месте сша я понимаю что у меня very good in лишь без акцента но как бы мне кажется советский танк должен быть на первом месте может на американском кластере и надо было так ну шо у нас тут американский средний танк обладающий широким выбором вооружения хорошей динамикой слабой броней одесса для поддержки атаки и активной разведки немецкий легкий танк с основательно мощным точным орудием относительно мощным точным орудиям любая броня доста лобовая броня достаточно крепкая способна выдержать немало попаданий сомневаюсь на счет брони легкий танк ссср обладает средней скоростью и слабой броней мощное вооружение и динамика позволяет эффективно стрелять на средней дистанции вооружение и динамика ясно продолжаем выбрали советский танчик так предлагает мне поворочить камеры окей нет не нравится ангар не перегружена правильно это замечательно шанар не перегружен принципе пока только кнопка в бой доступно это хорошо потому что когда в начале заходишь вот у танц в ангаре ничего не понятно перегружена перегружена меню так едем если у вас в настройках стать по мне показывает обратите внимание на счет еще врагов много так если вас настройках что-то по-другому настроен один раз уже пробовал и допустим у меня были отключены вот эти индикаторы и их не было и кстати вот прицел который показывает зелененький не зелененький он мне тоже был отключен индикатор бронепробития у прицела мне тоже был выключен и такое то есть обратите на это внимание обучают на прицел войти окей кручу колесико хорошо мне еще нравится что звуковое оповещение когда стрелочка появляется что надо на что-то обратить внимание это хорошо ладно окей хотя бы обучают что надо выцеливать а не просто куда-то стирать кстати вот эти индикаторы обиде они пробить и еще вроде рикошет может быть если получится рикошет прикольный тоже значок но видно не судьба вот рикошет тоже такой прикольный значок кручу кручу верчу и обмануть хочу едем дальше мне кажется ли фолк в это непонятный на тесте тут выставлен доехали так а должен колесико крутить странно что дерево не упало у чувака который здесь выезжал тут просто нет дерево почему-то вот этого заднего было дерево ну типа суть дерево в том что когда дерево падает видно шурак выезжает тоже на это надо внимание обращать вот это вот достаточно интересная вещь показывается куда стреляет куда может стрельнуть пт-шкой что ее надо обижать это прикольно брони тут не меряно не любовное пробитие не очень а союзники я вижу не стесняются по мне стрелять но тоже объезжать пт-шку принципе это намного лучше обучение чем было до этого на мне учет не при не сильно привычно колесиком входить в прицел принципе пока обучение достаточно нормально единственное что я не пойму почему у этого танка в гусеницах брони настолько много что она не сбивается не пробивается мне кажется это неправильно потому что ну надо как бы обучить человека не просто стрелять а еще и по модулем стрелять по модулем надо стрелять потому что прям даже под гусю не пробивается вообще никуда сколько сколько не брони в него на наложили и вот это достаточно прикольно было что надо пт-шку объезжать это правильно надо заставлять двигаться танкистов потому что они видят врага в лоб в лоб и все и на этом мысли заканчиваются в голове это правильно что надо обучать объезжать больше большинство не соображает улучшение машины окей кредиты опыт хорошо так добавили нам еще татаха точку можно посмотреть это правильно что постепенно вводят исследование исследуем двигатель модуль исследован теперь можно его купить купили теперь можно выйти в ангар многие не знают как вот в тренировочном допустим режиме заходишь и многие не знают что можно выйти в ангар выбрать танк потом нажать в бой то не понимает этого тут хоть понятно лучше можно туда-сюда выходить заходить так уже какие-то с подсказывающей картинки у нас ну типа зеленый высокий шанс пробития красный удар будет сдержан принципе понятно это прицеливаться вот с этой картинкой есть маленькие вопросы повреждения внешних модулей не наносит урон машине стрельба невозможно критическое попадание обездвижен критическое попадание мне кажется не сильно люди могут понять какое критическое попадание что то есть если человек новичок такое ощущение что это обучение сделали не для новичков для для людей которые много играли в танке но так и чё-то ничего не поняли такое ощущение что не для новичков сделать так обращает внимание на на мини карту игра обращает внимание на шоке смотрим что карта маленькая мне кажется для низких ловло так и надо было делать маленькие карты так увидели танки опа это думал что надо делать когда я надо готовиться к бою так наверно надо сначала малыша убить который плохо прячется а теперь как нас прошлом учили обучение прошлом бою надо объезжать потому что в лоб она не пробивается и объезжаем она и в борт не сильно пробивается так теперь едем вперед отлично ну такое засаду типа как-то устроили для глупиков которого поролись окей вот это уже интересно да ладно все теперь я точно отступлю так вот это интересно отступайте слишком много это очень правильно но я типа отступил блин вот это очень правильно потому что большинство танкистов приезжают на место на позицию и все они там уперлись и они никуда не поедут вот как стал там куда приехал то силу там плохо он и будет стоять точно так же все ему плохо все равно будет стоять да правильно что надо объезжать показать танкистам что можно объезжать доехали окей если мы не стараем кусты нас скроет отлично окей а если тупой окей у меня типа лампочка загорелась да у меня начали стрелять ясно н лампочки я так понял у меня у танка еще нет типа значок лампочки показался но я чет не понял мне не объяснили вроде как что типа лампочка показывает за свет лампочки пока у меня нет но то что я засветился я уже понял что лучше и стрелять так мы мы едем объезжать объезжаем врагов а враги так понял как типичные танкисты поехали в атаку захват базы противника один из вариантов победы но в принципе правильно потому что часто танкисты рашат вперед враги и все и на базу забивает так вот подсветились мы приехали на заход ну ты как типичный танкист здесь стрелочку нарисовали так и стал свечусь идет захват базы я стою пока один мой хомячок который со мной приехал не собирается на базу брать все я танкистаю без укрытия не не объяснили мне только объяснили колесико прицел и целится чтоб точечка прицеле была зелененькая а вот он заехал на захвата теперь мы вдвоем берем базу но это слабое объяснение две машины их может быть и три и слабое объяснение я мог быть увлечен стрельбой вообще не заметить что я сам стою а теперь нас двое и как-то мне кажется мало информативно ну еще мы просто захватили базу мне не объяснили что могу прятаться просто ну так победа ну по крайней мере пока что мне объяснили что я могу зайти в прицел я могу выцеливать уязвимые зоны я должен объезжать врага сбоку если ты птш какая-то неудобная со лба и что я могу объезжать флангом достаточно принципе это основные маневры в игре я думаю что это будет достаточно но как-то какая-то недосказанность получение новой машины исследования окей исследуем исследовали машина продолжили купить бесплатно голдовое переобучение экипажа покупка т26 стоимость подготовка экипажа членов экипажа 3 то есть тут вот как-то мне кажется здесь непонятно а полковая школа 60000 за голду бесплатно то есть человеку не сильно будет понятно что происходит вообще что это вообще вот за кошка было что я сделал мне кажется непонятно машина уже в ангаре экипаж окей так а если я переключаюсь на другой там не игра показывает что я должен назад переключиться отлично так ну я не знаю допустим что я могу плюсик нажать просто жму а личное дело лампочка позволяет командир определять обнаружено ли его машина противника ну а почему я это должен качать что-то либо другое экипаж улучшает характеристики машины продолжить все мне мигает закрыть закрываем другие перки нам не надо качать игра играет не надо так вот эта картинка достаточно хорошего один танк невидимые за зданием один танк за кустами не стреляет его не видно этот за кустами стреляет его видно и этот вообще в поле и хорошая картинка чтоб понять победа либо всех убить либо база захватить тоже достаточно простая вот это вот большой разброс орудия в движении минимальный разброс при полном сведения мне кажется надо бы как-то объяснить типа как сводиться и для чего они типа непонятная картинка но это старая надо объяснить как сводиться и зачем шанс пробития и высокий низкий окей так всех убить или захватить так мигают у нас расходники наши они все голдовые румяне тушителя да так едем просто прямо как дурачок я почему-то настройки карты поход сидели не покажутся название танковый то есть давай на клык мне кажется не хватает настройки игры еще обучения вот человек так и будет играть я уверен много тысяч боев без настроек карт всего остального это понятно что можно зайти настройки и настроить нормальный человек так сделать нажимаем 4 окей ну хоть расходниками научимся пользоваться мне кажется еще как-то надо объяснить настройки какие почему для чего потому что мне кажется так и будет многие ездить не настраивая клиент вот я стрельнул только что по-своему случайно не случайно неважно не игра ничего не сообщила плохо это или хорошо может я вообще не врубаешь у красные это враги а зеленые это свои вот абсолютно не врубаюсь вот я только первый раз в игру зашел я вообще выиграл и тут еще вот кстати это интересно такая вещь я должен ехать прямо справа город закрыт карту не переделали и слева закрыли хотя в прошлом обучении они рассказывали что надо обижать с фланга через кусты там территорию а вот там вот хорошие кусты фланговые можно бы объехать но нам предлагают просто ехать вперед вот это поле как бы не сильно такой но в этом бою я так понял меня обучает модуль расходники нажимать ok я циферки могу нажимать плохо что они голдовые потому что на обычных расходниках надо два раза циферки нажать это уже как бы приучает что надо клацать ну такое используем аптечку немного нет какой-то не хватает чуть-чуть не договаривает в обучении кое-какие вещи нету звука и когда враг засвечивается на карте когда ты в обычном бою играешь там есть такой звук который оповещает что враг засветился здесь нет непонятно в честь чего так едем левого убивать просто в поле поехал но немного есть ощущение что ты в рандоме а там принципе все примерно так же и происходит по полям катаются такое союзников можно пострелять у нас научили уже в нлд ему стрелять кстати вот этот индикатор достаточно интересный который всплывает у него справа над хп рикошет не пробил там мне кажется это надо включить или для новичков или самому возможность добавить можно было выбирать хочу чтоб это показали как нас учили можно захвате боевые стоим захват и байте чувака захватом интересно врывается и и разрывается нормально в принципе как победа да в принципе какие-то реалии боя есть и какое-то обучение в принципе есть это достаточно хорошее обучение но в несколько раз лучше чем то что было слава богу не объясняют что такое автоприцел потому что если человек не знает вообще что такое автоприцел то он хотя бы мышкой будет водить по экрану стараться выцеливать хоть какая-то активность будет проявляться так дней ящик с инструментами дают который кстати стоит немало и раньше когда я начинал играть что получить ящик не сильно не слабо так запотеть в плане фарма серебра близ прям танкова еще это все происходило меня на низких лавалах там надо бы откатать не одну сотню боев а тут хоба найти дали ремкомплект так что нас обучают снаряжение продолжить нажимаем ремка принять ремку поставили оборудование улучшает определенных характеристики машины ставим ящик который нам подарили вот даже не объясняется что это за кнопка проверка боем что такое проверка в случайный бой победите в режиме случайные бои на машине третьего уровня для победы нужно применить все условия усвоенные вами навыки режим игры случайные бои в бой то есть я прохожу как будто бы я ничего не понимаю я жму куда мне игра показывать но это понятно на не тушитель тушит пожары ремка чинит аптечка лечит ясно это мы уже видели это все мы уже видели задача захватить базу противника или уничтожить всю его технику вот мне же нравится здесь ожидание перед боем очень короткая вот этот мне очень нравится не понимаю почему нельзя так в рандоме сделать по 8 секунд по 5 и бой начался все но замечательно нажал в бой все туда и начали воевать чего там ждать по 30 секунд я не знаю там какой-то один чел там долго загружаться и 15 человек его ждут так но это типа уже реальный бой 15 нас нас типа типа реальный бой с ботами но тот чувак типа должен делать перекрестный почему-то он не напрягает меня на самом деле это плохо что он меня напрягает я должен понимать что что союзник не прицел можно заехать я должен понимать что в перекрестный огонь заезжать плохо я сейчас перекрестным вот этот чувак который там стоит он должен меня типа убивать но он ничего там не делает это честно говоря плохо это плохо а он исчезает вот я даже сильно выкатываюсь этот чел меня не стреляет я вообще не пойму что он там делает он просто не стреляет он даже не в мою сторону смотрит то есть этот чувак по идее должен меня стрелять и жестко напрягать меня но он этого не делает я же выведу в первый же бой выйдут сюда и меня с разных сторон расстреляют так и будет и вот они стреляют косо вот если я стою долго на одном месте я должен прилететь плюха с уроном я должен как бы понимать вот это он едет я должен понимать что долго стоять на одном месте как истукан это плохо себя должна меня наказывать я заехал в перекрестные должен получить по лицу я стою долго на одном месте я должен получить по лицу да конечно стою тут стреляют такой слабенькая мне кажется слабенько надо пожестче пожестче это должно быть как испытание помните в детстве проходишь игру какую-то там допустим принц персии и ты раз по 50 ну не по 50 но по многу раз перри заходишь че-то перри проходишь уровень и ты обучаешься вот игра должна тебя наказывать и ты должен перепроходить до того момента пока ты полностью не освоишь не поймешь как идеально пройти вот этого не хватает я чё попал у него или шо непонятно вообще вот опять же я стреляю в чувака который не светится и убивая его игра мне ничего не подсказывает ничего мне не рассказывают что я такого наделал по союзнику попал игра мне тоже ничего не рассказал враг выехал с отвернутой башней нормально новый лд пробивается это конечно намного лучше обучение чем было но мне кажется чтоб это реально было обучение надо жестче чтоб человек именно прошел настолько хорошо что пройти обучение нужно именно все четко без ошибок пройти и сделать и только тогда ты пройдешь надо перепроходить обучение и пробовать хотя бы пару раз и тогда это будет обучение не то что научили меня ворочать башни в прицел колесиком смотреть индикатор пробития там зелененький или красненький и по сути больше ничего даже не научили что надо стрелять стараться по каткам чтоб враг был обездвижен на картинке нарисовали но блин может я даже читать не умею вообще не алло у него дырка сквозная все до победа ну принципе это хорошее обучение но мне кажется но не доделано не дописаны некоторые моменты и некоторые вещи в которые есть они как бы здесь вообще никак не отображаются допустим те же самые снаряды за них я еще ничего и вообще не увидел золото и премиум ну куда без этого для покупки прем аккаунта и предмета золота прем аккаунт увеличивает заработок опыта и кредита задача выполнена опа пошло дело пошло голдовые снарядики штампуются опа прем танчики муразор шлифуют прем танки работал для рандома штампуют гляди какие красавцы поздравляем обучение успешно пройдено мне за снаряды так ничего не объяснили соединение с сервером ну понятно но обучение в суть по сути хорошие но много вещей как-то недосказанным нет не подсказанное можно было мне кажется больше в него поначалу надо именно полностью провести за руку показать что есть а потом нужно кинуть его в ситуацию где нужно уже какие-то навыки как-то применить а не просто типа постреляй по мишенькам и все мышкой поворочил по мишенькам пострелял готова ну это принципе намного лучше чем было но мне кажется но готова примерно процентов на 50 очень много вещей недосказанно и элементы управления очень много упущено и настройки игры вообще настройки игры это ну достаточно такая часть игры если ты ее настроишь неправильно то тебе играть будет хуже и соответственно ты будешь слабее если ты настроишь все хорошо и правильно под себя то уж играть лучше и удобнее про снаряды ничего не сказано про модули сбитие все остальное очень мало одна картинка только и все и как бы такое но в целом есть какие-то основы основы есть согласен ну пишите свое мнение в комментариях с одним был варчик играть красиво пока по крайней мере этот режим мне понравился обучающий больше чем рановые бои я получил удовольствие больше чем от рановых боев я даже его два раза прошел второй раз я проходил потому что первый раз записывал через обвеску там картинка лагала дергалась поэтому пришлось через shadow play записать два раза прошел и принципе получил удовольствие больше чем от рановых боев но они не доделаны честно говоря эти обучение но это такое пока пока